я практически убежден что роботы компьютеры они заменят людей и это вот будет уже но это не тысячи лет это вот будет совсем близко вы не волнуетесь знаете почему потому что вы думаете через пять поколений не доживу дело не в этом нет на самом деле если бы у меня ну подождите но вот у вас есть собачка не там кошечка вот представьте что над вами был будет робот который будет вам говорить сделать что-то он говорит слушай у меня тут есть идея посчитать что-то пойти кота нам что-то сделай и вы будете делать как собачка вот вы бросили и там мячик она побежала вот так и робот будет говорить сделай тут что-то это о ну да классно описи группа думаю меня зовут мячок георгий я основатель стартапа endurance очень в двух словах чем занимается это такой технологический бизнес мы начали его с изучение вообще рынка и познания так сказать себя так довольно странно было компания занимается сейчас настоящий момент тремя направлениями это роботы лазеры и чат-боты самого начала когда когда думали компании подумали что эти три направления нужно окучивать ну нет скорее начали в начале с роботов потому что эта тема как-то внутри срезонировала раньше и больше ну и немножко так лазером присматривались от чат-ботами начали заниматься где-то с конца прошлого года но вот сейчас нашим драйвером и локомотивом роста это лазеры и чат-боты роботы сейчас как раз таки ушли так на второй план смотрите но я даже догадываюсь почему потому что лазеры это я так понимаю у вас ну полу на коленке и на низком бюджете да я бы не стал говорить что уж совсем на коленке все-таки это технологическое производство и там требуется определенные знания и там технологический процесс но фактически да у нас небольшая мастерская площадью где-то там 20 квадратных метров где собственно мы собираем лазеры но мы постоянно улучшаем работаем над качеством и в плане бюджета ну действительно да там если это делать прям полноценно то необходимо необходимо серьезная линия продакшена пока это такая полуручная сборка ну да а роботы соответственно на низком бюджете но роботы на самом деле как раз таки можно тоже делать на низком бюджете поскольку компоненты комплектующие все заказывается из китая в принципе это все недорого но понятно сделать большого робота там какого-нибудь робот-комбайн это конечно дорого робот-пылесос или нечто подобное там вот робот телеприсутствие у нас есть робот официант это в общем не очень дорого с точки зрения расходов на комплектующие просто идея или история малый бизнес россии в сфере найти мне кажется что запредельно странное запредельно странное что малый бизнес россии в сфере айти в парикмахера еще я понимаю они хоть как-то выживают как выживают айти не знаю я вас хочу узнать я все расскажу значит лазеры вы делаете в америке в европе есть тоже малые и маленькие бизнесы которые делают есть скажем и в европе и в америке я не буду говорить что это там наши конкуренты знаете рынок он такой довольно молодой динамичный ну скорее там как бы тоже блюстители этой технологии потому что мы выбрали такую очень нишевую технологию то есть это маленький диодный лазер то есть диод он меньше там ноготка мизинца то есть он вставляется в такую металлическую металлический коллиматор дальше крепится там драйвер и так далее просто этим мало кто занимается и тут не нужен там большой цех и так далее но есть компании которые этим занимаются и в америке и в польше даже есть и в австралии ну вот знаете тут скорее как бы задача рассказать клиенту показать объяснить и вот знаете оказывать техподдержку саппорт то есть продукт ну знаете продукт просто лазер это не продукт продукт это когда вы объясняете как им пользоваться помогаете его установить можете предложить какое-то сервисное решение то есть вот это продукт не просто железка сейчас про чат боты почему чат боты да почему чат боты тоже интересная была история был в бостоне на крупной конференции по мессенджерам там выступал джек дорси основатель twitter а ну и вообще все там говорили про мессенджеры про вот этот поколение там миллениалов да и про то какой бум сейчас будет в мессенджерах и вот просто за соседним столом я услышал разговор про чат боты вначале потому что фигня какая-то вообще потом пришел почитал и понял что это вообще гигантский рынок и что на самом деле интернет тот который я сейчас через 5-10 лет его не будет будут все в мессенджерах в чат ботов чем мессенджеры месяц лет 5 назад 4 когда telegram появился медуза например перешла в telegram а я работал тогда в редакции тоже одной и мы там говорили зачем в telegram как почему facebook мы я понимаю почему в контакте я понимаю этот способ почему в мессенджеры как там очень распространять информацию кто и пользу же просто переписываться почему мессенджеры они вытеснят ну на самом деле фейсбук об этом уже говорил и даже был какой-то красивый график там где фейсбук показал что количество пользователей самим приложением фейсбук значительно меньше чем мессенджер то есть произошел этот перелом когда люди уходят из соцсетей уходят в мессенджеры проще и удобнее понимаете люди уже не читают эти там длинные ленты не читают посты нет ну конечно кто-то читает но я имею в большинстве своем люди постоянно в мессенджерах вот придите на любую конференцию и так далее вы увидите что люди с кем-то переписываются они вот в чате все время с кем одно дело переписываться другое дело из соцсети это сми определенным образом да то есть это лента лента новостей и так далее вместе мессенджеры со временем начнут как-то генерировать свои ленты что что произойдет думаю что просто в мессенджерах легче будет получить ту информацию но захожу я например я там поклонник рбк захожу вот и я получается читаю то что мне дает рбк правильно делают ту подборку а так я мог бы написать там что нового в теме там вот мне интересует там роботы там технологии и прям получить новость по технологиям понимаете то есть тогда они бы для меня генерировали и создавали контент который мне нужен а так они мне дают политику там экономику и так далее но это в принципе тоже интересно но тут я был бы прям но это но это будет делать чат-боты то есть предполагается что мессенджер сам по себе он это просто первая ступень первая ступень а за ним стоит чат-бот который таскать генерирует дробит таскать трафик дробит контент и вы уже получаете то что вам нужно то есть вы делаете а вот и сейчас вы их продаете да у нас есть несколько крупных клиентов которым мы они покупают вы делаете сами используются площадке мы используем платформу на которой мы пишем эта платформа бот либра платформ довольно много наш выбор пал на нее потому что нам наш взгляд она очень удобная там очень friendly команда плане тех саппортом нам она очень нравится и соответственно этой платформе мы уже пишем чат филл и пиа и их там много их там десяток диалог флоу да это все примерно одно и то же на диалог флоу чат филл 68 часов до нужно чтобы разобраться и самому начать генерировать то есть вы пока сейчас просто пользуетесь тем я так понимаю что люди не знают что можно взять и там диалог флоу и сделать я бы так не сказал потому что даже у меня есть урок онлайн за 45 минут а свой бот либра то есть на самом деле того чтобы научиться создавать чат бота достаточно 45 минут и у меня прям подробный урок где рассказываю другое дело что знаете это вот как создать сайт можно создать сайт на вексе можно самому на вордпрессе но когда ты хочешь заниматься бизнесом у тебя задача бизнес ты сам сайт не создаешь ты идешь профессионалу который знает как дизайн как там чтобы мобильных приложениях это все можно сделать самому но зачем тратить время когда у тебя задача бизнес понятно то есть будущее все таки есть еще я просто думал что просто это был момент когда чат боты вроде сеть начали появляться но люди еще не поняли что есть готовые платформы и достанут они действительно достаточно такие не надо быть программистами и программист я понял что такой диалог флоу и помощь не могу сделать что был такой момент когда вот этот зазор и сейчас вы еще могли зарабатывать на этом деньги он будет не совсем опять таки вот все-таки многие компании к нам приходят вот к нам например пришло компания x5 retail group и они первый вопрос спрашивали на чем мы будем делать чат бота то есть они знают про платформы знают ресурсы они спросили вот какой значит технологический стек вы используете и мы им полностью все рассказываем для распознавания образов используем microsoft cognitive для распознавания там смысла русских фраз используем там сервис парафразер для программирования бота бот либра так далее так далее то есть мы им рассказываем это заказчик может должен вообще ему правильно об этом рассказывать другое дело что он сам не захочет этим заниматься и писать все эти вещи с нуля инсайдерская какая-то вот информация значит посмотрите человек хочет сделать как вот ему нужно 45 программы не все включать там разобраться с api нужно ли язык программирования но он сделать хочет сделать там не коммерческий профессионально обычный мальчик будет ну действительно нужно овладеть языком программирования как на котором собственно который используется на эта платформа фреймворк второе это нужно знать язык так называемые разметки мл с помощью которых вы можете составлять все возможные деревья да то есть как бы на если это то это если то 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 и грубо говоря присваивать переменные в ходе диалога ну то есть чтобы вы помнили о чем там пять фраз или предложение назад была речь ну и в принципе нужно знать там семантику лингвистику русского языка понимать что такое там предлоги окончания как собственно анализировать но потому что там порядок слов может меняться там окончания вы можете какие-то отсекать ну то есть ну я не скажу что это суперсложно дмитрий дубик разработчик чат вы с ним как-то знакомы незнакомы смотрел не смотрели судьба не судьба я чат fuel о них узнал когда прочитал на рбк новости о том что они уехали там добро пожаловать калифорнию потом я с ними переписывался ну как-то вот у них видимо там уже есть инвесторы есть клиенты есть партнеры ну как-то вот они уже знают что они хотят а все-таки мы в этом смысле в разных весовых категориях и все-таки они разработчики платформы то есть они не идут к компаниям к enterprise решением то есть у них задача как бы это создать вот marketplace да а мы являемся такими пользователями фактически но мне просто интересно домик это же одна секс история таких российских чай поехал силиконовую долину сделал чат фьюрил вообще хорошо достаточно зарабатывает нет не знаю но я вообще честно говоря не волнует вообще чужие деньги меня деньги вообще мало волнует а чужие еще меньше поэтому но если он доволен ему все нравится но я думаю что там не все так просто во-первых и понятие успех это же не то что вот у вас успех сегодня но получили они там сколько два-три миллиона долларов инвестиции но ведь это же это же только начало на самом деле знаете очень много стартапов америке которые получают стартовые инвестиции и а что дальше понимаете вопрос как растить я вот например могу привести такой пример компания go for мне и всегда рек или рекомендовали как лучший знаете продукт они создали такой настольный лазерный гравер создали три года назад анонсировали запустили рекламную кампанию собрали 27 миллионов долларов потом получили еще 20 миллионов или 30 там сид раунда и что продукта до сих пор на рынке нет понимаете то есть продукт еще никто не видел три года то есть 50 миллионов долларов понятие еще раз для меня это не успех если для них это успех 50 миллионов долларов на счету и там дальше что-то для меня успех это довольный клиент я каждый день получаю десятки писем когда клиенты говорят джордж вы делаете потрясающие вещи мне очень нравятся ваши лазер даже клиенты пишут георги меня там джордж основного американца мне не нравятся ваш лазер и мне не понравилось качество но вы мне нравитесь вы делаете правильные вещи я хочу вам быть вас как бы поддержать want to support your business то есть мы хотим и это на самом деле фантастика это вот то что по настоящему это знаете вот прямо то столько воодушевляет просто продумай-ка я вспомнил еще раз потому что но все-таки это некая success story пусть пусть она к сожалению уже американская да то есть он уехал и дурова можно назвать success story российской только он к сожалению тоже не в россии ну да и уже кстати непонятно можно ли назвать success story потому что до 200 миллионов пользователей его при этом в россии заблокировали в родном отечестве пророков не бывает он есть опять же диалог flow тот же в которой интегрируется чат-бот же интегрируется достаточно просто на эти площадки telegram там есть в контакте там естественно нет более того там нет даже вайбера например всего напрямую не интегрируешь а telegram есть хотя вайбер или вайбера есть api нет да ватсапа нет и инстаграма нет таки во всех остальные мессенджер да ну то есть это вот сап то есть telegram казалось у них мне кажется разница к тебе не подождите ватсапа вообще нет лапе то есть у ватсапа вообще не так потому что проблема в том что у ватсапа и инстаграма ну там где отправлять директ нет api для подключения в этом вся проблема я кстати думаю что настоящее будущее вот такой прям взлет чат-ботов будет когда фейсбук откроет ватсапа api для создания чат-ботов я думаю там проблема с политиками конфиденциальностями и политиками общения потому что непонятно как блочить как банить то есть вот всякий кому писать кому не писать на фейсбуке там они очень жестко сделали то есть на фейсбуке зарегистрировать бота там они тебя жестко смотрят там нужно зарегистрироваться там в там как девелопер там все серьезно а вот как они будут проверять в ватсапе не ясно ну слушать это интересно я об этом не подумал но это недостанно ведь я рассказываю какие-то интересные вещи ну да собственно это вы встретили что вы рассказали что я все знал так вот success story российская айти компании какие российские эти компании успешные и внизовые которые ну как он дуров были я так думаю что и домик они прям у них две копейки они раз чуть-чуть знаете меня здесь такое вообще другое другой взгляд вообще считаю что деньги любят тишину и настоящие успешные компании вот по-настоящему кто много хорошо зарабатывает и хорошо живет они вот их может быть знаете и даже и не видно будет дело в том что я был на меня приглашали выступить в гродно такая компания экспосит они занимаются таким классическим айти аутсорсингом ну вот судя по количеству людей судя по количеству там проектов но они очень обеспеченные люди фаундеры и там и кофаундеры но о них нигде найти в публичных источниках они там полу даже в соцсетях их нет ну поэтому я бы сказал что успех скорее это да когда занимаешься любимым делом у тебя получается и ты в принципе ни от кого не зависишь а знаете когда ты получил там 20 миллионов долларов инвестиций потом ты за них отвечаешь ну это вот такая непонятно то есть является ли это там success story понятие вот убер да казалось бы был у success story до колонник создал таскать корпорацию компанию да там изменил рынок наше вообще представление такси ну реально молодец ну что его взяли и выгнали из собственной же компании тот же jobs при основании там apple тоже был выгнан так сказать с треском кстати но много всяких таких историй поэтому знаете об не стал говорить что вот это успех вот сейчас они получили деньги они вот прозвенели это успех все-таки успех это как говорит тони роббинс процесс это это процесс заниматься любимым делом больше такой успех ну окей ладно бесполезного секса истории я просто честно говоря не знаю именно какие-то супер ярких каких-то вот личности но нет я знаю дурова я знаю лично не не я только лично потому что я не говорю о людях как бы за глаза но нет я знаю что это люди которые с нуля сделали все-таки какой-то какой-то бизнес какой-то имя ну доста все-таки был в контакт до этого на котором были нет я про вконтакте говорю что жду я сделаю в конце концов да ну ладно просто смотрите у нас все-таки курс в россии на высокие технологии мы должны развиваться и так далее единственное меня удивляет то что я смотрю телевизор и и там какие-то люди называют цифры цифровизация до цифровая экономика вот серьезно цифровизация нормальное слово ваш ну мне кажется она с такой странная потому что да она странная на мой взгляд люди до конца не беду ладно сделал даже не цифровизации вот есть малый бизнес который теоретически где-то там стив джокс конце концов да я сидел в этом своем гараже я кстати проезжал мимо я думаю что классно вот он гараж вы кстати отличается от гаражей которые снести шанхае данного университета другие до в том бы гаража он спился и вот казалось бы есть да такие люди которые внизу снизу до готовы делать что тут что-то делать почему мою в сфере айти 10 даже чат-бот лазеры что-то какой-то дешевых государства преференции ну скажу так государству конечно поддерживает малый средний бизнес тут глупо говорить что этого нет она действительно поддерживает вопрос насколько хорошо и насколько эффективно то есть вот есть фонд бортника да есть департамент правительства москвы есть там всевозможные там фонды и рфф и но это фундаментально они дам сколково худо-бедно еще раз в целом это работает эта система другое дело что она может быть не так хорошо и эффективно работает как в общем то должна бы мы раньше подавали то есть вот действующий мой бизнес да мы получали я лично получал поддержку фонда бортника и получал правительство москвы дважды субсидию как молодой предприниматель и потом уже как там программа было развитие значит а вот последний раз уже на этот бизнес был у меня другой бизнес а вот на этот мы подавали не получали последний раз правительство москвы нам предложила субсидию мы просили там 5 миллионов они предложили миллион 800 мы отказались но потому что объем документации и сопроводительные остался тот же т.з. осталось примерно тоже но нам сказали ну ребят но это как бы попахивает ну срывом контракта и не очень хорошо что они подводят это под госконтракт под госзакупку то есть они напрямую не субсидируют они как бы заказывают у вас разработку которую вы потом дальше где-то будете использовать ну короче еще раз то что государство поддерживает это хорошо это плюс по моему нигде в мире ну во всяком случае не могу говорить везде нигде но мало в каких странах вот по-настоящему поддерживать но вопрос эффективности остается открытым понятно но при этом все-таки вы выживаете ну нам у нас были частные инвесторы нам частные инвесторы далее инвестиции в наш проект и за это им большое спасибо в принципе конечно да в россии не хватает именно института такого венчурных частных ангельских инвестиций когда люди просто вот глядя на вас просто дают вам деньги в развитии идеи хотя надо сказать нам реально повезло нам дали нам помогли и благодаря нашим инвесторам endurance взлетел если бы не было инвесторов ну я боюсь что мы бы через там полгода год все бы разбежались и не дошли бы до того уровня где мы находимся сейчас на чат-ботах вы зарабатываете нормально не могу сказать что нормально в плане там каких-то глобальных цифр ну грубо говоря там работу на реинвестирование хватает ну значит первое это то что я понял две темы уже выяснили что чат-боты за чат-ботное будущее и вы можете сами взять их это мы сейчас говорим людям которые смотрят можете взять их и сами начать делать второе это все-таки вы можете идти войти ничего страшного можно найти зарабатывать россии я бы сказал так вообще я бы даже максимально людей стимулировал к этому потому что в общем-то разница валютных курсов сейчас вот в россии то есть это реально делать дешево и дешевле чем в той же америке то есть вообще говоря россия сейчас в этом смысле и выглядит очень привлекательно в плане там трудовых ресурсов да я всех призываю на идите открывайте стартапы бизнес и предлагайте услуги сервисы по всему миру да мне кажется это классно класс но это хорошо мне нравится посеяда просто только что вы с руководителем роском свободы тут общались на фоне этой же стены и все естественно ну так немного наоборот это ужас завтра придет роском свобода роскомнадзор смысле заблокирует все идите войти только завтра придет роскомнадзор ну действительно действие роскомнадзора они странные по блокировке знаете и вот вообще их позиция особенно я говорю такой стартап проект телеграм казалось бы свой российский мессенджер получил такую популярность может уже имеет аудиторию там сравнимую с мессенджерами типа line kick так далее и продолжает расти набирать и таким образом взять изрубить ну на мой взгляд это вот это как раз таки антиподдержка ну видимо там какие-то сошлись да мы не знаем какие а может быть там вообще проект кремля как всегда это уже кстати много слышал про это мне говорили что слушать а чё это же все было сделано специально для того чтобы на самом деле заблокировать google и вообще говоря вся история это блокировка гугла это просто типа пробный шар ну не знаю даже не про дуру да про про россию все-таки потому что кроме малого бизнеса россии есть еще и просто россии вы были на мероприятие harasis global meeting шикарное мероприятие организовывал доктор франк юрген рихтер он публичная фигура на этот митинг приезжали мировые лидеры в прямом смысле бывший президент стран премьер-министры действующие премьер-министры главным гостем был там джозе мануэль борозу собственно президент еврокомиссии евросоюза фактически и действительно само мероприятие было таким inspiring the future то есть вдохновляя будущее вдохновляя будущее но вот первый вопрос это про будущее в мире я не кажется россия остается года на четыре может быть я ошибаюсь не знаю я смотрю что происходит в мире и понимаю что россии у нас еще там telegram блокирует что в мире о чем говорят тренды что будет ну опять я не могу сказать что вот я все секции посетил в реально очень хотелось прям вот быть везде там три четыре пять секций одновременно было я могу сказать следующее что мне действительно удивило меня удивило что россии говорят то есть говорят о двух странах реально вот две стороны которые вот и двух людях это трамп и путин вот практически везде на всех секциях без исключения говорят и они говорят об этом знаете что меня улыбнуло что они говорят очень серьезно то есть они вот прям все обсуждали вот это вот послание федеральному собрании там где вот значит там подводные лодки они прям на полном серьезе этого бояться для ну то есть они говорят да потому что это не боятся они обсуждают они а я знаете смотрю так думаю ну вообще говоря хорошо наверно может быть плохо я не знаю но то есть вот в таком контексте наверное это странно потому что это никакого будущего это никакого развития новая ничина там отлично мы там стерли континент но ведь как я спросил про мира вы не прогрессили но про тренды вы не были на всех секциях но все-таки чат боты не ну что о чем говорили скажем так то что меня действительно вот мне на меня произвело большое впечатление речь мухаммед аль бороде это бывший генеральный директор магатэ и нобелевский лауреат мира в 2005 году мне очень понравилась его речь о проблемах бедности что на самом деле проблема бедности она действительно существует и мир не может быть лучше пока вот существуют вот такие вот такие такой вот такой разрыв между богатыми людьми которые владеют 50 процентами или сколько там 30 процентами богатств и 30 процентов населения земли который владеет одним процентом богатства мне очень понравилась идея умных городов до когда принципе уже повсеместно обсуждается вопрос о том что все в городе будет оправляться умно начиная от грубо говоря там расписание поездов заканчивая то есть все это будет динамически все это будет подстраиваться все это будет работать на порядок эффективнее интересная вещь которая опять-таки показалось это вообще говоря рынок труда да то есть вот рынок труда и что вот мне показалось такая мысль очень странная люди как-то вот боятся изменения рынка труда хотя это неизбежно роботы компьютеры все это приведет к тому что рынок труда через 20 ну даже через пять лет будет неузнаваем компания гартнер говорит о том что 30 процентов действующих профессий они просто не будут нужны водители нужны не будут будут автопилоты операторы в полцентрах нужны не будут будут чат-боты и так далее так далее даже считается что доктора нужны не будут будут значит там системы типа и бим ватсон которые будут выписывать вам лекарства и мне показалось интересно любопытная мысль о том что все-таки люди боятся этого понятия вот это вот будущее что люди не будут иметь работу она очень всех вот она тяготит она вот прям видно когда как люди аж прям вот такой дрожью есть такой вот болью об этом об этом говорят действительно технологии все больше и больше не просто заменяют людей но он не только заменять людей они улучшаются производства то есть все становится проще становится производить проще и там бот на появляется там безусловный доход у населения прочее что все уже есть и мы можем спокойно как фантастические книга будем сидеть рисовать целыми днями играть на гитарах в общем наслаждаться солнышком а за нас будут работать роботы и поэтому они не волнуются особо да там ни о чем люди такие более приземленные они волнуются что вот сейчас роботы нас вытеснят и будем сидеть голодать и есть там будет нечего но у меня так несколько там было тезисов на этот счет что вообще есть я разделяю идею куртсвелла основателя куртсвелл technologies да и нынешнего там одного из стоп-менеджер гугла о том что 2050 году мы будем пола полу людьми полу киборгами то есть я считаю что всевозможные там импланты и так далее это вот первый шаг а потом этих имплантов будет все больше и больше и следующий этап то есть это переходной период между людьми и киборгами и потом это будут роботы то есть на самом деле я вообще не исключаю что там через 5 там через ну не знаю 5 может быть 10 поколений человечество просто как вид начнет вот вымирать под и я не считаю что это плохо для меня это вообще вот как некое будущее понимаете мы создаем и наконец-то сможем себя почувствовать богами мы создадим что-то сами мы создадим вот наше продолжение я вообще говоря в это с верю мне конечно супруга у виска крутит и говорит что и ненормальный об этом говорить нельзя но я практически убежден что роботы компьютеры они заменят людей и это вот будет уже но это не тысячи лет это вот будет совсем близко что вы не волнуетесь знаете почему потому что вы думаете ну через пять поколений и доживут дело не в этом нет на самом деле если бы у меня ну подождите но вот у вас есть собачка не там кошечка вот представьте что над вами был будет робот который будет вам говорить сделать что-то он говорит слушай у меня тут есть идея посчитать что-то пойди кота нам что-то сделай и вы будете делать как собачка вот бросили и там мячик она побежала вот так и робот будет говорить сделай тут что-то и ты о ну да классно давай посижу подумаю то есть это немножко будет другой уровень взаимодействия людей и машин но да я считаю что компьютерный там искусственный интеллект в таком широком смысле он станет доминирующим и люди просто будут вот таким более низким как уровнем почему это невозможно то есть что человечество венец ну пока человечество венец да пока вроде как царь природы есть ну философски религиозной в конце концов на какие то вопросы религии конечно очень там серьезно обсуждались как вообще религия влияет на на экономику честно говоря не хотелось бы просто шокировать многих слушателей зрителей но вообще говоря о том как религия по-настоящему манипулирует и влияет на экономику на самом деле страшно особенно в некоторых странах таких как америка насколько вот баптистские объединения там методистские сколько там реально денег то есть это как бы это богаче чем многие транснациональные корпорации вместе взятые понимаете это на самом деле на самом деле шокирует история блокчейна очень активно обсуждалась свете демократии что на самом деле управление обществом и управление многими процессами она как раз таки и идеально должно быть реализовано на блокчейне и многие как раз таки видят именно здесь будущее то есть именно развитие тех криптовалюта вот криптовалюты я обсуждал за ужином с управляющим директором банка канады они как-то не видят там вот вообще большой угрозы они считают что вот это что то есть да они совершенно спокойно им это не интересно они как-то вот ну как то вот они не возбуждаются по этому поводу вообще никак то есть то что нам говорят вот центробанки вот так далее ну по моему это не так то есть они вот знаете как присматриваются но что с этим делать как регулировать как управлять они не знают ну ладно значит нас прекрасное будущее ожидает по вашему мы будем собачками можем но я считаю что скорее да чем нет мы не доживем все таки слава богу я бы не хотел при том что наверное это какой-то человеческий такой ну может быть заложенный как-то но вы подумаете что лучше быть в безопасности под контролем какого-то доброго скайна это или все-таки продолжая надеяться что какой-нибудь придурок возьмет и жахнет ядерной дубинкой по всему миру на за единственное что у нас в сознании с конец не может быть добрым опять это видите вопрос психологии этот фильм сняли в голливуде плохой поэтому как плохую что нет нет я виду плохой это плохой плохой образ плохой скайнет а фильм шикарный но в японии наоборот понимаете вот в японии робот наоборот это вдруг это помощник вот в японии у них другая да а вот у нас робот это вот киборг это вот там терминатор да нет робот хорошо когда он все таки ну ладно все значит тему робот я понял будущее нас ждет прекрасное и так далее какое в этом будущее место в россии вот в этом там побывали мы наверное знаете что происходит в россии нас вообще кто передовой у нас есть сколково оттуда оттуда выходит просто вот google просто штампует кто вам сказал я может что-то пропустил какие-то новости горячие на первом канале на первом канале говорят что там штампует раскол тех датами не знаю что кто вы где 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 наши кто делает наши технологии делают не знаю я я не видел я не слышал вот все это к сожалению вот простой простой кейс мы делаем лазеры нам нужно там большое количество комплектующих в россии нет ничего мы делаем роботов нужно большое количество комплектующих там 3d камеры там микропроцессоры там bluetooth там вай фай нет ничего понимаете то что вот говорят по телевизору и по наверное где-то в каких-то областях там военных может быть это ну вы хотя бы делаете вы делаете да то есть у вас тоже вот вы не выходили на государственные ну там насколково так и говори не говоришь свои тут и технологии недорогие да но не хотя бы есть может быть как-то это ну чуть-чуть как-то подумайте можно вместе но мы приходили нас трижды сколково послала и там привет альберту ефимову который говорил ну ребят у нас денег сейчас нет ну вы молодцы вы держитесь но ему понравилась та фраза он там продукт опирать забыл поставить но на мой взгляд это мерзко потому что ну вы либо поддерживаете либо вы говорите что вы не поддерживаете а говорить что приходи ко мне сегодня вечером но все будет хорошо и возьми шампанское ты приходишь а тебе говорят родители приехали вот примерно такая ситуация поэтому не знаю я вот я мировом на мировом поле и вообще говоря российских технологий не вижу во всяком случае то что относится именно к айтик хай-тек и так далее военщина и там все что касается там ракет что-то летает да наверное но понимаете все таки мир он не только в ракетах и в оружии все-таки это там пылесосы это стиральные машины это энергосберегающие технологии причем не какие-то там бумаги этого трус и телефоны да почему вот китай китайцы делают там копии айпэдов айфонов и так далее но плохие фиговые ну делают же у нас то вообще ничего нет понимаете и это не потому что мы не хотим да потому что вот соответственно я думаю что проблема конечно государственном регулировании государственного управления да вот эта вот система госзакупок госрегулирования то есть вы приходите в крупную компанию вы предлагаете что-то и у них как бы нет стимула у вас ничего купить и с вами как-то то есть государство должно здесь помогать да она должна помогать и предпринимателям и инноваторам и крупным компаниям чтоб они сходились понимаете она вот должно вот найти женить на то есть вот как стимулирует же за первого ребенка за второго там какие то так вот должно быть что-то подобное в компании да то есть вот приди предложи сделайте сделку и мы вас там как-то вот эту историю продвинем я так понимаю что никому до этого особо дела нет